очагов т.в. представляет вы на очакова похожи, вы не очагов случайно? я тот кто выключает звук то помойка и убежал я ему не собирался ничего выключать с какой целью интересуешься? я с целью для себя познаю цель не с политическим а как ты думаешь? я думал о России почему весь мир считает что это Украина? открой любую карту и увидишь что это Украина не переключайтесь не сливайтесь не переключайтесь хорошо хорошо только не кричи я хорошо тебя слышу временно оккупированная территория какая оккупированная? там одни россияне вы чего взяли? временно оккупированная почитай ООН знаешь такой ООН? Организация Объединённой Франции а вы сейчас в Бокерии сидите в Киеве? что еще раз? вы сейчас в Бокерии сидите? нет, нет, я сижу в Калифорнии ну что? что ж ты не показываешь? подожди, дядя так я жду, что ж нам ничего не показывает сейчас мы ищем да, 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 да остаться на сайте места вот Крым, найди место в Крым Вань, найди место в Крым Крым это у нас что? Украина сейчас загрузится да, Украина, конечно а где вы это взяли? как где? а где написано другое что-то? а все, да? здравствуйте они, кстати, показывали точка ру если вы обратили внимание и даже там они не смогли показать где это написано, что это Россия так что друзья вот так вот смотрите фактом в глаза здрасте 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 вы психолог? да, как вы угадали? ну у вас по лицу написано вот вы хороший угадыватель угадыватель? конечно с чего это вы взяли, что я хороший угадыватель? ну вы угадали сразу ну у вас видно по лицу, что вы какой-то, ну, грамотный человек-то значит вы хороший физиогномист нет я просто вот ну как бы не так как вы сказали а я не знал не даже как бы не располагал а просто вот взял сходу увидел вас, и вот вам так сказал. Я понял. Вы из какого города? Я с России вообще. Я понял, а город какой? Иваново. А, серьезно? Город-невест? Да. Слушайте, а Иваново стал еще большим городом-невест, да? После того, как это самое ваши призывают в Украину, и они там гибнут пачками, да? А вас это так очень сильно радует? То, что захватчики погибают? Ну, конечно. Нет, вообще вас это радует, что ли? То, что захватчики погибают, конечно. Просто то, что люди мрут. Нет, просто когда люди мрут, не радует. А когда захватчики мрут, радует. Какие захватчики? Российские, да. В данном случае. А кто вас захватил-то? Россия напала на Украину, присоединяет к себе украинские земли, если вы не знали. Навряд ли. Навряд ли. Что из того, что я сказал, навряд ли? Навряд ли, конечно. Что? Что навряд ли? Навряд ли Россия напала и начинает себе прихватывать какие-то там земли, как вы говорите. Ну, Россия же себе в Конституцию вписала уже оккупированные украинские земли? Какие именно? Какие именно? Донецкая область, Луганская область, Запорожская область, Херсонская область. Вы не знали об этом? Знаю. Эти области. Ну вот. Россия их вписала себе в качестве своих земель. Она их оккупировала и на бумажке присоединила? Нет. Нет что? Она их не оккупировала. А каким образом она их вдруг себе забрала, эти земли? Ну, я имею в виду на бумаге. Она очистила от фашизма эти земли. А каким образом? которые там живут. Они присоединились к нам. Вот и все. Каким образом она очистила Запорожскую область от фашизма? А что, у вас нет фашизма, что ли? Нет, конечно. У вас фашизма. Ты же сам истинный фашист. В чем это заключается? Как в чем? В твоем отношении. К кому? В моем отношении к кому? Ко мне даже. Ко мне даже, грубо говоря. Ну, смотри, я к тебе отношусь как или к фашисту, или к человеку, поддерживающему фашизм твоей страны. Нет. Ты вспомни, что ты говорил до этого. Я говорил, что я рад, когда ваши захватчики, которые пришли убивать людей в Украине, погибают. Вот это мне нравится. Я рад. Я же тебе этого не сказал. это ты начал этот разговор. Какой разговор? Что мы захватчики захватчики. Ну, как не... А, ты на мат перешел. Что ты матом начал ругать? А как с тобой разговаривать-то, если ты... А, ты не умеешь без мата разговаривать, да? Могу. Ну, вот, разговаривай без мата, если у тебя хватит мозгов на это. Мне мозгов на многое может хватить. Слушай, так каким образом вы не захватчики, если вы захватываете и присоединяете к себе чужие земли? Почему ты считаешь, что вы не захватчики? Мы не захватываем. Мы их очищаем. Так, а вы их присоединяете к своей стране или нет? Эти земли сами присоединяются к нам, хотят с нами жить, понимаешь? А вы, как вы захватчиками нас называете, это вы захватчики. Ага, слушай, а когда Запорожье изъявило желание с вами жить? Так задай ему вопрос там. Так я задаю, я задал вопрос Запорожьцам. Вы изъявляли желание? Говорят, это российская пропаганда врет и вот таким лохам, как ты, вешает лапшу, а они верят в это. Вот, видишь, я с тобой разговаривал, вроде как бы вежливый, да, ты меня сам попросил. И я с тобой без мата. Я же ни разу матом не ругнулся. И вот. А зачем ты меня оскорбляешь? Ну, подожди, я же по факту говорю. Ты нет. Если ты веришь в то, если ты веришь в то, что вы проводили референдум, например, в городе Запорожье, который вы никогда не оккупировали, значит, ты весь лох какой. Как тебя зовут? Как тебя зовут по имени? Владимир меня зовут. Владимир, меня зовут Анатолий. Тебе сколько лет, Владимир? Мне 54. Мне 30. И где я здесь живу, и мне здесь по кайфу? Такой тебе ответ устроит, Владимир? Да, да, устроит. Ты знаешь, немецким фашистам тоже было по кайфу, когда их сразу захватывала Советский Союз, они там жили, им было по кайфу. Вы же ничем не отличаетесь от фашистов. По крайней мере, в лучшую сторону. Он зависит. Товарищ майор, ну имей совесть. Давай, развисай, чел. Да что такое, а? Только один человек оказался разговороспособным, да? Это не значит, он разумный, он просто, по крайней мере, разговаривает. Товарищ майор берет и отключает. Ну фигня какая-то полная. Да, жалко, чувак. Но суть мы поняли разговора. Суть мы поняли разговора. Лично у меня к нему больше на самом деле особо вопросов нет. А вы, друзья, не забудьте поставить лайк этому видео, не ему, конечно. Ну и комментарии обязательно и все остальное. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok